привет друзья сегодня мы с вами продолжаем наше путешествие по нашей прекрасной украине и собираем рецепты там сегодня я вам предлагаю приготовить вареники на пару и сегодня мы с вами сделаем такие варенички но сделаем двумя начинками это с вишней и сделаем с творогом с солью и зеленью вообще вареники с вишней любая выпечка с вишней она уже в априори будет восхитительной поэтому даже если мы сделаем с вами что-то не очень вкусно с тестом там же будет вишня это будет вкусно что нам для этого понадобится для теста нам нужно мука кефир сахар сода яичко и соль начинку вы можете сделать абсолютно любой могут быть сезонные ягоды могут быть фрукты это может быть и картофель в общем все что хотите первым делом мы с вами должны смешать соду и кефир кефир берите теплый комнатный можете комнатной температуры но если вдруг вы забыли достать кефир из холодильника чуть-чуть прогрейте его в микроволновой печки сюда у нас отправляется сода теперь сюда мы отправляем соль и сахар сахара немножко тоже добавляйте опять же граммовку все вам пропишу я буду делать пол порции мне как бы здесь много и не нужно главное вам же все показать вы можете это все увеличить теперь сюда нам нужно яйцо но так как я делаю пол порции я беру половиночку яичка поэтому я вот так сейчас его бультых ну и выливаем вот так вот мне будет достаточно все еще раз хорошо размешивая опять же все продукты комнатной температуры если вдруг опять же забыли даже яичко достать из холодильника заранее набираете теплой воды горяченькой такой градусов 50 туда отпускаете яичко на пару минут и она становится комнатной температуры так и смотрите и теперь мы добавляем муку просеиваем нашу смесь перемешиваем в общем нам с вами нужно замесить очень гладкое однородное тесто после чего мы его оставим буквально на 20 минут должен немножечко остыть мы с вами сделали вот такую маленькую лепешонечку мы же делаем с вами пол порции нам совсем немножко нужно смотрите тесто мягками даже вся мука не понадобилась тесто мягко видите к рукам не липнет теперь мы его с вами оставляем в пакетике буквально на 20 минут он должен немножко отдохнуть пока она отдохнет мы займемся начинкой пока наше тесто отдыхает нам с вами нужно приготовить начинку но с лишней здесь все понятно вишня у меня без косточек свежая смотрите у нас будет вишня сахар и крахмал вот сахар с крахмалом я сразу смешиваю пока отставляем в сторону он нам не понадобится с творогом так как мы с вами будем делать не сладкий творожок нам понадобится укропчик соль и собственно сам творог укропчик мы сейчас мелко порежем в творожок сюда немного соли перемешиваем пробуем если на вкус солью как бы в порядке все вам подходит можно уже начинку использовать можете добавлять какие-либо еще специи знаю что многие даже немного стушеный чеснок любят туда добавить немного черного перца молотого здесь смотрите все на ваш вкус так наше тесто отдохнуло начинку мы с вами сделали теперь нам нужно раскатать его чуть-чуть припыляем мукой поверхность где будем раскатывать тесто мы возьмем сейчас половиночку так как у нас поверхность небольшая округляем сверху чуть-чуть муки и раскатываем раскатываете тоненько потому что тесто все-таки с содой она поднимется в процессе варки раскатали тесто вырезаем это так стаканчики не острые от так в общем получается вот 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 такие вот кружочки и так теперь берем с вами оладушек наш сюда немножечко сахарочек у нас же здесь крахмал помните да и укладываем вишенки теперь смотрите вот так подтянули чуть-чуть тесто скрутили и защипываем в орешек защипили кали но также у нас будет с вами два вида вареничка нам их надо как-то отличить поэтому мы вот эти вот красиво смотрите краешки защипаем так мы защипываем все варенички и кладем их на пар будут они у нас на пару вариться примерно 2-3 минутки поехали друзья мы с вами закончили приготовление наших вареничков на пару вишневые я сверху чуть-чуть смазала их медом и уложила немного свежей вишни и наши варенички с творогом и зеленью давайте разрежем посмотрим что же там внутри у нас уже подстыли да смотрите ничего не тянется видите ой прямо весь наш пупсичек сочится смотрите видите красивенько все пропеклось видите вишнюшечка внутри красивая сок не куда не вытекал а все знаете почему а все потому что мы с вами смешивали крахмал с сахаром крахмал вот этот вот висок на себя взял и ничего у нас не растеклось поэтому если вам понравились рецепты готовьте пишите комментарии обязательно не забывайте подписаться не забывайте поставить лайк и не забывайте про колокольчик пока пока